Потом отчитываться, это, конечно, замечательно, это получить каких-то определенных новых качеств, продуктов на территории, не знаю, какие-то благоустроенные детские площадки или целые циклы программ для облиц с ограниченными возможностями здоровья, допустим. Но команда реализовала проект, провела его, отчиталась, ну и все. А ведь хочется какого-то дальнейшего развития, поскольку сама логика реализации проектов, это хорошо, но если эти проекты будут, не знаю, разносторонние, если они, несколько проектов за тем опыт, который получат, будут использоваться для блага территории, это же еще лучше. И, соответственно, где-то вот в году 2018 мы начали понимать, что тема вот этого активного общества, она гораздо более широкая, чем просто реализация отдельных блоков проектов или вообще отдельных проектов. Поэтому мы столкнулись с четырьмя вызовами, формулируя смысл того, чем мы хотим заниматься дальше. С одной стороны, это противоречие между наличием у жителей зачатков инициативного потенциала. То есть люди что-то хотят, но вроде даже при помощи методов социологии это выясняем, что вот хочется это, это, но люди далеко не всегда понимают, узнают, а куда и каким образом эти ресурсы, эти инициативы можно применить для того, чтобы территория, не отдельные люди, а территория в целом, сообщество в целом получили какие-то блага. То есть вроде желание есть, а возможности наиболее быстрые, наиболее эффективные эти методы и возможности, ну, так скажем, с этим сложности. То есть второй вызов, он связан с тем, что у жителей явно имеется дефицит компетенции о том, каким образом можно быть вовлечены в тот или иной процесс, который касается всей территории. То есть будь то проведение какого-то культурного мероприятия, начиная с таких форм, заканчивая, допустим, реализацией каких-то общерайонных проектов. Отсутствует в районе единая стратегия развития Института гражданского общества. То есть вроде есть общественные организации, вроде есть обрепленные инициативные группы, но как они должны совместно работать, что, в общем-то, сегодня, я думаю, здесь на территории тоже будет продемонстрировано через стратегическую сессию. То есть стратегии не было. Ну и классическая, наверное, для нашей страны вызов, классический вызов, власть далека от жизни народа, народ далек от идеи действий власти. То есть, ну и, в общем-то, это проговаривается на многих территориях, и с этим, в общем-то, успокаиваются, и живут в себе спокойно дальше, иногда ненавидя друг друга, в общем-то. Мы через этот проект стараемся преодолеть, хотя, честно сказать, не получается, но стараемся преодолеть и этот вызов также. Соответственно, исходя из этих вызов, мы сформулировали несколько задач, которые дальше развернули в систему мероприятий этого большого проекта на несколько лет. То есть, по первой задаче мы, прежде чем работать в сообществе, мы всегда проводим исследования, делаем аналитику. То есть, мы выявляем особенности того, как люди чувствуют себя, что они хотят, что хотят, не отдельные активисты, а именно сообщества, группы по интересам и вообще большинство. То есть, мы проводим исследования собственными силами, либо при привлечении экспертов и исследователей. С другой стороны, эта работа связана с консультированием, с доведением информации о том, о куда и каким образом можно проявить свои идеи, подать заявки, где можно получить поддержку, либо грант. И это проектно-грантовая работа в узком смысле то, что входит в функционал отдела общественного проекта. Следующая задача, мы так назвали, работа по конструктивной активизации сообществ, то есть, бюджетных учреждений. Здесь не власти первого сектора, а именно как бюджетное учреждение, что в общем-то, особенно на малых территориях, это является продолжением той же самой власти, поскольку у них есть и муниципальные задания и так далее. И некоммерческого сектора. То есть, мы работаем через систему культурных мероприятий, в том числе через проведение общественных акций, фестивалей, и даже в те культурные мероприятия, фестивали, мы также стараемся заложить какие-то социальные блоки, то есть, работу на команду образования, работу по виде тренингов или что-то вот такое. Четвертая задача – это работа с сельскими населенных пунктов, поскольку это явные лидеры, иногда, конечно, они ставятся сверху, но иногда это действительно лидеры на территориях, лидеры сообщества, это те люди, которым доверяют жителей, иногда больше, чем местным сельским администрациям. И, соответственно, они же в свою очередь являются связующим звено между жителями и местными администрациями. Пятая задача – это систематическая работа с конструктивными лидерами, те, где отдельные люди, отдельные люди, их не так много на территории, где-то это старости, где-то это руководители отдельных проектов, социальных проектов, где-то просто лидеры общественного мнения, то есть мы с ними работаем уже точечно, вывозим на стажировки, либо привозим эксперты, проводим не очень многочисленные по количеству участников тренинги и так далее, то есть стараемся вкладывать ресурсы такого социального плана в этих людей. И соответственно, в том числе отправляем на стажировки на другие территории, знакомств с опытом и так далее. Ну и шестое направление – это все, что связано с добровольчеством. Соответственно, вот эти шесть задач на сегодняшний, может быть, это неполный объем, на сегодняшний день – это те вопросы, наверное, которые мы своими усилиями можем охватить, на сегодняшний день можем решать через этот проект. Соответственно, это вот схематично, как этот проект выглядит, какие типы мероприятий проводятся. Сейчас не будем на этом остановиться, это все будет в презентации. То есть это здесь схематично отразить, а что делается конкретно, чтобы за этими задачами не стояли какие-то пустые слова. Соответственно, у проекта есть дорожная карта, хоть это и небольшая часть бюрократизации, то есть вроде бы можно просто работать, а еще можно и описывать этот опыт, и систематизировать, и планировать его главным образом, но все-таки мы привыкли работать в таком ключе, что мы сначала системные мероприятия выстраиваем на целый год хотя бы приблизительно, а потом уже можно корректировать, исходя из задач. То есть, соответственно, ставится определенная задача, ставятся длительные мероприятия, сроки и так далее. Сейчас я постараюсь рассказать о тех технологиях, которые используются в работе с местными сообществами через этот проект. В том числе, это непосредственно проектная деятельность, и эти технологии относятся к тем или иным задачам, о которых я уже сказал ранее. То есть здесь просто будут привыклины некоторые примеры из нашего опыта, можно это подчеркнуть и наверху использовать на ваших территориях. То есть, с одной стороны, это проектная деятельность, это действительно консультирование общественных организаций, бюджетных учреждений, физических лиц, а иногда даже инициативных групп, безобразно, геологического лица, по тем возможностям, которые предоставляют федеральные и региональные гранты операторы, для того, чтобы можно было ту или иную идею, которая охватывает определенный круг людей, определенную часть населения, подать в виде проекта. Ну, здесь представлены некоторые из грантодателей, с которыми мы уже работаем на сегодняшний день достаточно успешно, далеко не все. Мы создали, для того, чтобы у нас было больше возможностей по подаче грантовых заявок, мы создали еще одну некоммерческую организацию, я об этом вчера сказал, но сегодня еще остановлю внимание. Это некоммерческая организация, ее учредителем являются физические лица, именно члены Тотинского землячества в Ологе, то есть достаточно уважаемые люди, но это не представители власти, и, соответственно, мы пошли немножко по другому пути, по стройному территорию есть ветераны, есть общество инвалидов, есть отдельные некоммерческие организации в сфере культуры, есть спортивные организации, но они все заточены, как правило, под определенные круг задач в согласном спорной деятельности, охватывают определенную сферу, допустим, спорта, а иногда еще и отдельный этап. Это витеринговое спортивное направление. Соответственно, этот фонд был создан, его предметом деятельности этого фонда стало развитие общественных инициатив в целом в самых разнообразных сферах. Фонд назвали «На соль земли», что связано частичнее с нашей историей глубинного солеварения, добычей соли на русском севере. и неучредителем руководителем предприятийского совета был избран известный путешественник Федор Конюхов, школа которого открыта у нас в 7 километрах от Токи. Соответственно, активные люди, приходя в этот фонд, у фонда есть директор, приходя в этот фонд, помимо того, чтобы прийти в этот дел, приходят в этот фонд, обсуждают идеи, находят ресурсы.